Так, и на обзоре еще два советских калькулятора. По-своему это довольно уникальные калькуляторы, программируемый, и один из первых инженерных калькуляторов, произведенных в Советском Союзе в 80-е годы. Значит, начнем с программированного калькулятора. Это уникальная вещь. Электроника B334. Здесь нет в нашем общепринятом виде таких вещей, как сложить и разделить. Поэтому, вернее есть, но это довольно таки сложно для обычного бытового пользователя. В чистом виде это программный, программируемый калькулятор. Выпускался он, появился в продаже в 80-м году, по цене 120 советских рублей. 120. Это очень много было. Но потом, через год-через два, вследствие того, что специфическая вещь, не пользуешься особым спросом, потому что, но обычному бытовому пользователю очень трудно в нем разобраться, что надо было человеку сложить, разделить, прибавить. Все. А здесь все-таки это была специфическая вещь. Поэтому цена упала до 85 рублей. Калькулятор был интересен только узкому кругу любителей программирования. Надо сказать, что в то время программирование это было довольно таки редкая специальность, не очень популярная, по сравнению с нынешним временем. Вот такой калькулятор. Это, в принципе, была такая вещь, не то что культовая, но для товарищей пытливых разумом, которые были подвинуты в сторону электроники, в сторону радио. Это была такая своеобразная парта, конструктор, средства для приложения своих знаний и своего интеллекта. Его пытались разгонять, увеличивать быстродействие, даже увеличивали чуть ли не в два раза путем увеличения тактовой частоты задающего генератора. Задающий генератор, опять же, использовался внешний. Было много недокументированных программных возможностей для калькулятора. В журнале «Наука и жизнь», в то время, в советское время, публиковался регулярно цикл статей о калькуляторе. Но, как ни старались поляризировать эту вещь, не пошла. Все-таки круг программистов, в то время, в Советском Союзе, был довольно-таки узок. Ну, что можно еще сказать. Элементная база, это микропроцессоры 145 серии. Вывод на электронно- люминесцентный индикатор. То есть, никакого графического интерфейса здесь и рядом не было. Параметры этого калькулятора были более чем скромные. По нынешним временам это вообще смешные. Память на 90 команд, быстродействие 5 операций в секунду на простые операции. Выпускался с заводом калькулятор в Украинском городе Светловодск, Кировоградской области. Питание 5 вольт, либо через внешний блок питания, либо через аккумуляторы. Крышка, как видите, потеряна. Что еще? 30 клавиш. Два переключателя. Один переключатель питания, а второй переключение угла измерения радианы, градусы переключались. 85 рублей, еще скажу, повторюсь, что он стоил. 81 года. 07-81, дата изготовления. Вот такой вот, по-своему, редкий, уникальный калькулятор, произведенный в Советском Союзе. Второй калькулятор был попроще. Это у нас калькулятор Электроника С3-15. Первые такие калькуляторы появились в 1975 году. Ну, а этот выпущен в 1981 году. Цена 150 рублей. Советский инженерный калькулятор. Здесь различные функции, логарифмы. Тангенс, косинусы, синусы, арктангенсы. Такую вот степень возводились. Тоже батарейка потеряна. Вот такие кнопочки. Кстати, что характерно? С характером... С таким цоканьем, подтверждающим нажатие клавиши. А индикатор был красного цвета, но очень мелкий. И как ни пытались поверх наложить какие-то там, как линзы, набор линз на каждый элемент, всё равно было мелковато. Ярко, но мелковато. Это первый советский инженерный калькулятор. Вот такие вот они. Так, ну и что находилось в середине? Что находилось в середине этих калькуляторов? Вот электроника B3-34. Она открывается очень просто. Крепление одним винтиком. Сразу видно, что технологи поработали на славу. В середине 145-я серия. Вот. Даже мечта современных мародёров. Присутствуют зелёные КМ-ки. Количество. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки. И жёлтые микросхемы. К-145-ИР-2. ИР-2 это, по-моему, сдвиговый регистр. Плата индикатора. В общем, получается моноплата. С обратной стороны клавиатура. Всё. Очень просто, понятно, удобно. Так. А теперь инженерный калькулятор. С инженерным калькулятором посложнее. Здесь две платы. Причём открываются они очень плохо. Потому что, как вы видите, здесь провода, тут провода пропаяны. Так что перевернуть и посмотреть плату довольно-таки затруднительно. Могу сказать, что я не вижу на верхней плате зелёных КМ-ок. Какая-то специализированная микросхемка в необычном корпусе. Две штуки здесь стоят. Дальше разбирать не буду. Ну и так всё понятно. Ну вот. Дальше. Дальше. Всё.